Мы разобрали два доказательства основной теоремы арифметики. Уже порешали разные задачи, все замечательно. Но третье мы не разобрали. Арифметр, доказательство, и вообще, что такое алгоритм Ивклина. Заодно. И что такое дерево Штейна, Брако, Галкина, Вилфа. Ну, смотрите, если у нас есть какие-нибудь числа, ну, например, 2020, когда мы записываем эту лекцию, и, например, число 42, не знаю, почему. И нас вдруг интересует наибольший общий делитель этих чисел. Есть способ разложить на простые множители число 2020, разложить на простые множители число 42, ну, и посмотреть, когда у вас есть, например, здесь двойка, и здесь двойка, можно вынести, это общий делитель. И все легко получится. Но уже древние греки понимали, что есть другой способ. А именно способ нахождения общей меры. Наглядно это себе представить очень хорошо. Представьте себе палочку длины 2020 и другую палочку длины 42. Пройдем маленькой палочкой, называется разделим с остатком. Ну, давайте сделаем. 2020 делим на 42. Стоит взять по 4, 168, здесь у нас получится 34. И здесь, наверное, имеется, что взять по 8, 336, получится остаток 4. Вот один шаг алгоритма Евгелия. Мы поняли, что когда 48, я уже не буду сказать, 48 таких палочек, пройдем, то останется 4. Равенство это записывают так. 2020 дает неполное частное 48 и остаток 4. В общем виде. Представьте себе, что у вас есть число А, которое больше или равно числа В. Число А разделить с остатком, это значит написать вот такое вот равенство. И главное, что нужно понимать в алгоритме Евгелия, что наибольший общий делитель чисел А и В равен наибольшему общему делителю чисел В и В. Давайте докажем. Дело в том, что не только наибольший общий делитель, но и множество общих делителей чисел А и В совпадает с множеством общих делителей чисел В и В. Ну а если два множества совпадают, то наибольшие элементы в них, конечно, тоже совпадают. Почему? Очень просто. Очень просто. Представьте себе, что А и В делятся на какое-то число. Вот А делится, В делится, то и В тоже делится. И получится, что Р это разность А и В тоже делится. Или наоборот. В и В делится на какое-то число. Тогда, естественно, А на него тоже делится. Вот она формула позволяет свести задачу с вычисления наибольшего общего делителя числа 2020 и 42 к задаче о вычислении наибольшего общего делителя числа 4 и числа 42. Ну, дальше понятно. 42 при делении с остатком на 4 даст неполное частное 10 и остаток 2. Значит, получим наибольший общий делитель 4 и 2. Ну, а здесь все будет просто. Ну и то же самое, что наибольший общий делитель 0 и 2. Потому что вот этот остаток, он всегда меньше, чем число, на которое мы делим. И больше или равен нуля. И вот когда он равен нулю, фактически мы все сделали. Потому что здесь получилось число 2. Вот я вам рассказал алгоритм Евглета, как его обычно обсуждают в школе. Ну, кому повезло, там, совсем рано. Не знаю, в 6 классе. Кому меньше, то повезло, там, в 8. Кому совсем не повезло, на 1 курсе. Но в какой-то момент в жизни, безусловно, любую изучающую математику человек обязательно это выслушивает. Ну, я обещал, что, во-первых, из этого мы докажем основной теориума рифмистики. Во-вторых, узнаем, что происходит на и дроби, и дерево Калкина, Биллфан, Штерн и Бракова. Давайте это делать. Начну с одной дроби. Это совсем просто. Вот эту вот строчку на самом деле можно записать без значков внутрь, а в виде частного. 2020 разделить на 42. Вот смотрите, мы тут писали равенство. 2020 это 48 умножить на 42. Если его разделить на 42, то получится, что это 48 плюс 4 42. Отлично. А дальше замечательная идея. Давайте-ка мы поменяем. Запишем здесь единицу. А четверку, наоборот, отправим с номинацией. И мы получили задачу, по сути, такую же, с которой только что имели дело. Работаем. 48 плюс единица, деленная на 10, или в 2 четвертых. Отлично. Недолго осталось. Это единица, деленная на 4 вторых. А 4 вторых – это 2 плюс 0 вторых. Ну, дальше уже, в общем, бессмысленно идти, потому что, собственно, все сделали. Да, вот 2 – это и есть тот самый наибольший общий делитель. Если бы числа были взаимопростые, то здесь бы получилось единица. Ну, то есть, в любом случае, мы получили такую формулу. 2 тысячи двадцать сорок вторых – это цепная трубь. Сорок в руси, точка с запятой, так уж принято писать. Дальше 10 и, ну, заметьте, очень короткая цепная трубь. Да, вот эта целая часть, и после запятой – это 2 элемента. Так, что такое цепная дробь, я объяснил. Теперь давайте про основную теорему арифметики. Потому что доказательства лифклида, конечно, обязательно нужно узнать. Все-таки древняя Греция. Итак, что у нас было? Что у нас фактически главный момент, который нужно доказывать в основной теореме арифметики. Если произведение делится, и при этом число А не делится, то число В что делает? То число В делится. Вот если у нас есть произведение деля... Ну, разумеется, я имею в виду, что В – не просто число, а простое число, а, и, 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 и целая числа. Потому что остальная часть абсолютно такая же, как доказательства Гаусс. Любое число можно разложить на простые множители. Берем, разлагаем, разлагаем, разлагаем. Это все равно то же самое. А вот эта лемма, собственно говоря, является главным моментом, который нужно понимать. Так вот. Так вот, смотрите, в чем доказательство. Мы рассматриваем наибольший общий делитель двоих числа. Числа А и числа В. Чему он реально? Вообще, какие были делители у простого числа? Единица и В. Если бы А делилось на В, то нот равнялся бы В. Но А не делится, значит, он равен единице. Замечательно. А вот теперь нужно вспомнить, каким свойством обладали все числа, которые возникали во время работы алгоритм и фринга. Потом, если я подробнее расскажу, но сейчас для догадательства, чтобы как-то понимать, смотрите, вот что такое число 4? Это 2020 умножить на 1 минус 48 умножить на 42. Правильно? Вот давайте посмотрите, понимаете, вот на эту формулу. 2020 это 48. Было ли такое? Значит, число 4 можно выразить так. 2020 с коэффициентом 1 и число 42 с коэффициентом 48. Это понятно? Замечательно. Что у нас там еще было? Еще было число 2. Ну, смотрите. Как получилось вообще-то двойка? Нам получилось, когда из числа 42 мы вычлили 4 10 раз. Ну, в то же время 4, мы помним, что такое. Значит, нам из числа 42 вычесть вот-вот все это. Это 2020 с коэффициентом 1 минус 42 с коэффициентом 48 и не забыть еще это умножить на 10. Вот. Что это такое? Это очень просто. Это число 42 с коэффициентом 481 минус 2020 с коэффициентом 1. Сейчас совершенно не важно, что здесь отчисло. Важно, что когда вы движетесь по алгоритму Левклида, то вот это вот R выражается через A и B. С целыми коэффициентами. Мне не важно знать, плюсы и минусы. Видите, вот здесь 2020 было с положительным коэффициентом. Потом он стал стать целью. Это совершенно неинтересно, не важно. Но важно, что с какими-то целыми коэффициентами все числа, возникающие во время работы алгоритма Левклида, у нас соображаются через два первоначальных числа. Так вот. Идем сюда. Значит, единица как-то выражается через числа A и B. Пишем. Это сколько-то A и сколько-то B. x и y здесь целые числа. Мне не важно, положительное, не отрицательное. Важно, что здесь выполнено вот такое вот хаминство. Между прочим, если вдруг вам очень захочется, чтобы все-таки числа x и y стали оба положительными, то вы легко можете этого добиться. Смотрите, какая история. Вы можете сделать так. Вы можете к x прибавить P и к y прибавить A. Тогда получится здесь x плюс P, а здесь вместо y получится на y плюс A. A, B минус P, а 0. Хотите, можете прибавить не P, а миллион P. И здесь, соответственно, поставить миллион P. Подобрав большое число здесь, можно добиться, чтобы x и y были положительные. Но вообще это целое вообще никак не относится. Потому что сейчас мне это совершенно неинтересно. Мне важно, что такие целые числа есть. И очень простой удар завершает доказательство. Мы обе части умножаем на число B. А, B, и x минус P, B, и y равняется числу B. Вот это делится на B. Ну, B, естественно, на себя делится. Получилось, что B делится на B. Вот, либо доказано. Все, вот это вот классическое доказательство основной теории Майклида. Мне кажется, оно красивое. Оно очень неожиданное. То есть вот эта вот идея, что наибольший общий делитель выражается вот именно таким образом через числа, она неожиданная для тех, кто привык, что надо разлагать на простые множители. Вот нет. Когда ищете наибольший общий делитель, то на самом деле интересно, вот не сидеть или... Почему еще это важно? Когда вы на компьютере пытаетесь какое-нибудь из этого тридцатизначное число разложить на простые множители, то это очень тяжелая вычислительная задача. Чудовищно тяжелая. А алгоритм Майклида работает быстро, потому что, когда вы делите с остатком, то у вас очень быстро уменьшаются числа входящие. Алгоритм Майклида в разнообразных вариантах очень часто используется в аренкомпьютерных вычислений. Очень быстро работает. В настоящем месте. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...